как в наше время пополнить счет steam для этого существует сервис steam гол просто заходите на сайт вводите свой логин steam требуемую сумму ваш емайл и выбираете удобный способ оплаты а по промокоду легендас вы получите скидку на пополнение деньги приходят моментально ссылка в описании что друзьям приветствую всех любителей 4 европы у нас с вами снова феодора и насколько вы помните в прошлой серии если вы не смотрели кстати по подсказками из плейли целый в прошлой серии мы с вами повоевали хорошечно так с крымом от крыма остались рожки до ножки в виде одной провинции вот а у нас осталось остались восставшие крымские кланы которые не хотят никуда отсюда уходить это это печалит у них в руках целая крепость как не с ними бороться я не знаю потому что максимум войск у нас доступно лимит армии 11 их 15 то делать я реле не понимаю у них 9 полков конницы 6 пехоты но если такие заспавнились наверное это нормально у них соотношение как с этим бороться я не представляю я даже если наемников найму вот к 11000 еще наемников мне кажется я их не смогу забороть может быть они как-то сами уйдут и не знаю ладно в любом случае нам нужно перри перекрестить ну перекрестить в будущем нужно национализировать все провинции и следующая наша задача разобраться с геной гена и уже вышла из империи тут у них значит две коллеги в союзе я думаю с геной можно будет запросто разобраться по поводу дикого минуса у москвы мне пояснили в комментах что москва оказывается мне постоянно события происходит значит с тем что она отдает дань большой орде хотя казалось бы вот москва вот большая орда она послабее как бы видимо это ненадолго вот я надеюсь что москва с долгами своими разберется и будет вступать наши войны а ну у нас еще группа идей целая есть дам хочется мне что-нибудь на военку наверное взять очков военных у нас масса кто-то писал про наемнические идеи наемнические идеи я использовал только а мы его не видим данной имени прохождение заемен и они мне не очень-то и понравились по-моему можно пойти по супер дефолтному пути качественные идеи первые качества второе вот экономика не такая уж актуальная потому что экономика давала минус на стоимость развития сейчас такого нету бонуса лютого качество в любом случае рядом с нами осман и качество армии для нас ну играть серьезную роль как я рассуждаю сейчас прям с вами если у нас много военных очков блин или количество количество нам поможет бороться со всякими не османскими элементами на или первым взять количество мне кажется количество нам поможет бороться с всякими бедолагами по типу орды литвы на литву это уже глаз положил да возьмем количество пожалуй даст нам лимитика хорошо стоимость полков минус да кстати по стоимости полков с деньгами у нас и так хорошо надеюсь это решится как можно скорей. Знаете, по-моему, я захватил фрегатик у Крыма, что ли, откуда-то у меня он появился. Предлагают защиту торговли. Кстати, это у нас в минус идет. Угу, к сожалению. Мм, Черкесия просит дать свои... Ой, наоборот. Черкесия просит поделиться знаниями. Супер. И что-то... Ну да, я же принял Ренессанс. И надо бы за денежки распространять его. И у нас реформа доступна. Знаете, я вижу централизированную бюрократию. Вот этот бонус на модификатор цены повышения развития. Централизовать владение. Как-то вот возместить 50% расходов на него я еще не понимаю, что это значит. Инфраструктура, не об этом наверное речь. А вот это процветание будет выше. Я к тому. Стоит, может быть, нам реально во что-то высокое попробовать поиграть? Попрокачивать пробки побольше? Тогда нам нужно будет множество очков. Через что мы можем получить множество очков? Через новаторское может быть что-то. Ладно, я пытаюсь сейчас что-то выдумать совсем невероятное. Давайте пока что-нибудь более приземленное такое выберем. Вот, возможно, советники плюс. Первый раз готовность реформ плюс 20. Звучит неплохо. На этом и порешали. Да, пришлось взять еще и наемников, чтобы этих проклятых кривычков побороть. Ну, еще и сепаратисты, боже мой. Лита нам правопрохода 100% не даст. Осман. Тоже сам. Как мне к ним высаживаться? Я что-то не пойму. Кстати, Молдавия так там хорошо относится. Желание свободы мало. Предлагаю, может быть, в Лье это как у него? Развитие у них отобрать. 21. Желание свободы появится и мнение на 56. всего лишь поменьше будет. Берем. Ничего в этом нет. Ммм. Событие престола наследия в Крымском ханстве. Крым сообщил, нам будет лучше без османского вмешательства. О-о-о. О, то есть вот это вот одна провинция могла быть еще османским вассалом, чтобы вы понимали. Жесть. Так, ну, видя наше состояние экономики, я полагаю, что нужно нам эту крепость разломать. Мы ее содержать не можем. У нас скоро придут значит, к успеху молдаване и крымчаки. Кстати, почему они такие вдруг успешные стали, видимо? Осада этой крепости на них тоже сыграла. Не знаю. Я подумал, может, попробовать попродавать кораблики хоть немножечко, чтобы не упасть в долг. У нас это реальная угроза. Итак, разглупировала я крымские провинции. Почему-то и молдаване, получается, меньше продвинулись. Я не знаю, как это работает. Наверное, тут затесался какой-то баг. Ратери думают, что делать с молдаванами. Это, блин. Либо осман, это не вариант. Либо литовец, это тоже не вариант. Транспорта нам не хватит 100%. Просто три транспорта. Ну и что делать? Что прикажете делать? У нас они победят в восстании через 42 месяца. Можно успеть построить себе транспортный флот какой-то. Но на какие деньги это делать, я не знаю. Продать титулы я не могу, из-за того, что он сепаратисты есть. Ну, блин, вот реально над такой мелкой фигней, как будто бы я сейчас заморачиваюсь. Но это реально надо. Так, Черкесия, четыре монетки мне, пожалуйста. Я могу попросить, конечно, у Москвы, но у него самой долги, вы помните? На вот прошлую войну с Крымом я выиграл чисто из-за правопрохода удачного. Сейчас правопрохода, мне кажется, и загубит. Ну, как вариант, попробовать продать все галеры и за эти деньги построить себе транспортников, я не знаю. Мм, Гена захватывает Крым. О, возможно, кстати, это неплохо. Подожди, а что с союзниками? А у Крыма-то и нет союзников. Удачно. Ладно, учитывая то, что после... Блин, я с такой армией сейчас пойду на Гену, да? Ну, пойду, короче. И, короче, в общем, Кубань может быть тоже стать нашей. Хотя это для Гена очень хорошее приобретение. У нее станут колонии такими соединенными сухопутно. Прикольно. Так, ну, в целом я денежек на скреб на кораблике. Сейчас у нас будет восемь. Достроить прям в лимит. Итак, транспортников восемь. Их семь. При высадке мы получаем дебаф, но по стандарту мы сильнее, чем сепаратисты восставшие. Посмотрим, во что это выльется. А, ну да, ну да. Это было достаточно просто. Ну, что, у нас есть хороший шанс подловить генуэзскую армию. Кстати, элементарно. Вот, правда, что у Генуэз, скажем, с флотом? Ну, это, да, такой вопрос. Что ж, их 14 тысяч. Стало быть, нам снова нужно брать наемников. А еще, кстати, у нас армия чисто из пехоты. Тут с самого начала у нас одна кавалерия затесалась. Это... Это нехорошо сказывается на нашей боеспособности. Прямо скажем, нехорошо. Ладно, я думаю, разочек продать титул я могу себе позволить, правильно? Прожать эту кнопку и нанять наемников здесь, чтобы сразу их снести. Наверное, могу. Только нет, я все-таки хочу, чтобы они добили Крым себе. Это Генуэ взяла Кубань себе. Нужно... Ой, 17 уже тысяч. Ну куда столько? Куда? Так, ладно, нам обещается вообще 20, поэтому, может быть, мы... Айронмен. Да-да, какие там сейвы. Поэтому, по идее, мы должны побеждать. Продаем титул им. Получаем 100 монет за это. Дворяне. Это нехорошая вещь. Тут может быть какое-нибудь лютое восстание из-за этого. Вот она, Генуэзская Кубань. Нужно как-то уследить, чтобы у нас более-менее боевой дух был. Чтобы они не успели уехать на лодках на своих. Это за этим моментом проследить. А вот-вот они и лодки. Их. Пу-пу-пу. 10 транспортников, да? Но боевой дух у нас, прямо скажем, не на высоте. У них генерал не на натиск. А еще мы стоим в такой неудачной провинции. Ну да. Да, они уже высадили. Ну давай Черкесию какую-нибудь. Больно много у них союзников. Ну, за Азов попробуем. Погнали. Так, ну все, что можно оккупировать, оккупировано. Сразу вижу, право прохода через Литву есть у молдаван. Значит, возможно, к нам просто вот так вот придут. Пу-пу-пу. Моравия, вы откуда? Австрия как-то воевала с Бегемией за Уню. Видимо, не дог... Аль, подожди, вот-вот договорились. Ладно, нам остается сидеть просто в страхе. Вот чисто даже в теории. Я же смогу забрать хоть одну провинцию, не оккупируя крепость? Ну да, да, смогу. Надеюсь, я все смогу. Ах, здравствуй. Ну да, погнали воевать. Австрия и у Польши хочет Уню забрать. Жесть. Ну что вы творите? Прям Австрия в этой партии будет супер-стронг? Подожди. Бургундия вместе с Австрией? Ну это что-то... Такое неприятное, хочу сказать. Вижу, еще ребятишки подходят. И, кстати, их немало. А у нас есть какой-то генерал на 6 натисков. Почему я его не использую? Они, видимо, хотят осадить вот эту крепость в горную. Ну, просто провинцию горную. Тут я, конечно, ничего не смогу против них сделать. Да, в горы я нападать не буду. И генерал этот умер крутой. Что ты будешь делать? Может быть, дворяне нас порадуют? Да, не порадуют. Подожди, вот я вижу 20 тысяч. А сколько нас по факту? Ведь союзники не считаются. Еще 4? Еще 4? 8. 28 тысяч нас. Нет, звучит неплохо. С этим генералом... Сколько там? 5 натисков было, да? Мы могли делать вещи. Ой, очень душно получается, на самом деле. Очень сильно душно. Кстати, Черкесию, у тебя была крепость в Алане, оказывается? Так на ней можно много кого подловить. Что ж ты раньше-то не рассказывала? И опять я имею право прохода через Большую Орду. Все имеют право прохода? Я не имею. Огонь. Они могут так прятаться и разоккупировать Азов в цель войны. Если мы сейчас еще сюда не успеем, это... Ну, вообще кринж будет. Я же успею. Фуф, все, хорошо. Реально, супер противная душная война получилась. Я на такое не рассчитывал. Ну, 30%. Ну, вот, все. А, ну, последняя провинция, да, я не хочу. Женева, ты там хотела мир, да? У тебя, наверное, какая-то параллельная война получилась? Да нет, а что ты так решила? Вот там, кстати, Женева. 6 тысяч лишний вывезти из войны, я только за. Ну, так, свяжешься с этими европейцами и задушишься просто на всю жизнь. Так, тут уже Нюрнберг готов выйти. О, Гена, желание войны красное. Это что случилось? А, ну, нет, 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 нет. Кстати, у Гены тут есть островочки? Хочу ли я их? Сомнительно, но я не знаю. Как будто бы нет, как будто бы не хочу. Кстати, кто-то мне писал то, что можно было в Алэйн забрать вот это все. Я мыслю пока что в рамках Черноморского региона. Пока что я за его пределы не планирую выходить. Возможно, я плохо делаю, что, ну, так размышляю. Кстати, я теперь не могу через Литву ходить. Кто-то правопроходы расторгнул, похоже. О, Генуя готова. Супер. Может быть, денежек насыпит 20 монет. Вот оно с флажком, да, ходит. С флажком ходит, это значит то, что ей нужно встать на свою провинцию. Это же не ее провинция, не считается, да? Она будет, она лишилась флажка. Как она это сделала? Это же оккупированная провинция. Е-мое. Ладно, Генуя, ладно. Ладно, ладно. Вот только попробую хоть что-то начать оккупировать. Я, я не знаю, что я сделаю. По-моему, она идет в Молдавию, да? Так, ладно. Давай мириться, давай мириться. Все, Солуца не хочет выйти. Никто больше не хочет. 31 монета. Для меня, для бедолаги, хватит. 30-ти, победа. Ну все. Красиво, Феодора, просто как древнее царство. Выглядит очень солидно. Для такого царства древнего нужен солидный флот черноморский. Это 100%. И мы выполнили задание. Поздравляем нас. Получаем, что же мы получаем? Варианты, варианты, варианты. Вечные претензии на Нижний Дон, Астрахань и Саратов. Это территории Большой Орды. Итак, что нам пишут? Опишут нам следующее. Падение Азова стало для нас великой победой. Это не только позволило нам полностью исключить любые будущие компании итальянцев в этом регионе, но и стало домом для многих богатств, которые они оставили для себя. Мы можем использовать это богатство так, как нам забыло рассудиться. Но мы должны позаботиться о том, чтобы оно не пропало даром. Первое. Используем богатство, которое они оставили для себя, чтобы наполнить казну. Второе. Инвестирование в нашу армию будет выгодным. И третье. Столица чая нуждается в ремонте. Все, конечно, здорово, но деньги... Подожди, столица нуждается в ремонте? А пустошение? Представление владения Крым звучит заманчиво, но, пожалуй, нет. Содержание наемников, дисциплины наемников вижу. Ну, кстати, учитывая наши новые претензии, это звучит более чем. Но деньги, тут сказать не о чем, просто деньги. Это просто деньги. И нам стоит, кстати, заняться этими претензиями как можно скорее, потому что Москва уже, ну, все сильнее и сильнее. Она, конечно, все еще заняла куча денег, не готова вступать никуда. Литва. А, ты же нас предупредила. Литва, Литва. Блин, нам бы с тобой разобраться сначала, да? Швеция, которая почему-то не вступает, она банкрот, кстати, к счастью. Возможно, нам стоит постараться, ну, поторопиться, да. Бранденбург и Новгород. 32, 6, 9. М-м-м, мы не справимся. А, подожди, Литва только нас предупредила? Еще Тевтонский орден. Ну, да. Тевтон, нет желания союза? Нету. У нас просто такой, а, подожди, расторгнутый военно-союз, это не то, что нам нужно. У нас просто такой соперник, ну, удачный, подвернулся. Тевтон, ну, ты не отказывайся, попробуй с Австрией? О, нет, враждебная, враждебная, ну, почему? Желает наша провинция, ну, вы серьезно, нет? Ладно, попробуем с Тевтоном подружиться, попробуем, просто попробуем. Кстати, в Молдавии, ты же не перекрестила ничего, не перекрестила, давайте сменим им религию на православие, хи-хи, ха-ха. А, ну, 41, все, отлично. Вот она, исконно православная Молдавия, еще свою династию посадить, и вообще прекрасно будет. Торговый центр можно улучшить, наверное, это, это очень дорого для нас. А, и, кстати, Black Sea Domination, тут следующий квест, он уже, считай, у нас выполнен. Потеряемый торговца третьего уровня, что-то, мне кажется, да? У нас нет никого? Нету, денег тоже нету. Очень жаль, сколько он будет стоить? Две монеты всего лишь, это чуть дороже советника первого уровня, но он, он же третий. Ай-яй-яй, так, столько очков теряем. Или, может, что-то придумать сейчас получится? Ну, сейчас посмотрим. Значит, следующее задание, восходящая Готия. С ордами и итальянцами покончено. Наше княжество, которое началось с города Мангу, тебе представляет собой нечто большее. Наконец-то мы можем приступить к следующему этапу реализации амбиции нашей страны, восстановлению Готии. Ооо, что имеется в виду? Название страны изменится на Готия. Ой-ой-ой. Это серьезно, мы получим претензии к Константинополь Анатолия Рутения. Это что такое? Будет получен каменад второго ранга дисциплина плюс 5, 50% стоимости. Ну, кстати, я бы, его бы я нанял. Диввес и базовое число рекрутов области Крым. А ну, флаг поменяется, не поменяется? Не поменялось. Флаг, ну теперь мы Готия. Готом. Привет, остальным соболезную. Нет, ну культуру на Готскую реально стоит менять. У нас Готия с одной провинницкой Готской культурой. Ну, нормально, нормально. Это приятно. Новый патч, название страны не переведено, как бы нет удивлений. Ладно, давай все-таки попробуем улучшить порт все-таки. Ну, это очень дорого, но улучшим. Гладоходы это наше сыграло как-то? Да толком нет. Здорово. Да, надо было все-таки брать и форму на стоимость развития по ощущениям. Мы, кстати, можем поменять в любой момент это дело. Равновесная лояльность всех сословий минус 5. Это да. Просто я сейчас хочу прокачивать провинции именно за дипку. Иначе я не знаю, как нам существовать. Готов ли я к этому? У нас какая лояльность? 51. А, будет меньше 50 даже, понимаете? Даже меньше 50. Причем это... А, ну это у казаков и у священников такая тема печальная. А например, можно совет священников посадить, а у казаков что-нибудь еще выдумать. А вот стоимость развития мест во всех степенных провинциях. О, надо? Да, я думаю надо, правда. Опять минус 5 земель короны, это просто жесть. Так, у священников может быть что-то кроме этого нас интересует? 15 миссионеров может быть. У нас как вообще суниты? Вы не хотите перекрещиваться, да? Ой, как не хотите сильно. Минус 2. Может быть у нас икона поможет? Эта икона на перекрещивание я не вижу совершенно. Ладно, совет священников воткнем. То есть мы нивелировали дебаф и будем пользоваться только бафами. Я вообще это взял. Возможные советники нам пока рано, потому что мы не можем никакого советника себе иметь. А при разготовлении реформа я вот на него рассчитывал как самый такой главный баф. Ну ладно, давай централизированную бюрократию. С места ценоразвития минус 10. Степная провинция у нас стоит прокачать 43. Всего ничего. Ну да, не особая экономика выросла, по ощущениям. Ну, снизится сверхрешение. Вот сверхрешение уберется, будет все намного легче, по ощущениям. Молдавия хочет стать маркой. Хотим ли мы делать Молдавию маркой? Марка, по-моему, может торговлю перетаскивать, да, нам? По-моему, может. А бонусы, как и от марки, мы будем получать? Будем. 20, блин, 21 десятая. Сотая получается. Для нас это серьезные деньги. Нет, подожди. Молдавия-то в таком случае нет. Есть знаменитая годская поговорка. Звучит она примерно так. 21 сотая, это 21 сотая. Вот, наверное, в ней заложена какая-то глубокая мудрость. Ну, кстати, я не показал, какие у нас здесь претензии теперь. Вот такие. Кстати, на вот это вот нету почему-то претензий. Хотя у нас тут Крым, все дела. Странно. Ну вот, пожалуйста. Вот это наши претензии. Вот это Готия. А, кстати, у Москвы есть деньги внезапно? Серьезно? То есть ты... А, нет, подожди. А почему я могу у тебя деньги попросить? И ты нам дашь их? Не понимаю. Но почему-то могу. А я попрошу. Кстати, взял задание на док Феодора. Чисто ради базового производства на единичку, чтобы у нас было повышено. Давайте я это и выполню. 99 монет целых. Это вещь для нас серьезная. А вот, пожалуйста. Это что такое? Австрийская война за провинцию. Блин, чтобы Австрия на нас напала? Я это вообще не ожидал. Пленение в войну субъектом. Военный союз разорван, Москва не вступилась. Отказ от помощи. Пу-пу-пу. Что я там говорил насчет страдания, да? Страдания пришли оттуда, откуда мы не ждали. Ой, Австрия, да? Ну, Австрия из себя представляет просто какой-то супермашин. Топ-1. Странно, что она не топ-1. Австрия, вот что из себя представляет. Это все ее субъект. Как с этим сражаться? Не как, судя по всему. Судя по всему, вылетать? Вот, ну и Австрии 57 тысяч. Ну да. Ну да. А что ты от нас хочешь? Ну, конкретно так, поподробнее. А вот это все ты хочешь, да? Даже провинцию Бессарабия. Так, ну я попробую вылететь. Что у нас? Тут у нас пока на нас не напали. Ух, это здорово. Попробовать. Если отношение положительное, то бот не нападает? Вот я чуть не очень понимаю. Наверное, меня это не спасет. Молдавия маркой нет. Подожди, Молдавия, пока не торопись. Вот оно. Вот оно, вот оно. И минус Москва сразу отлетает, потому что, видимо, у нее займы, да. Из-за займов она не вступается. Это вообще. Что? Отдать провинции? Что нам остается? Вот реально делать? Еще денег просит с нас. Это вообще, это наглость. Это наглость. Ну реально. Я так понимаю, у них это претензии чисто по заданиям их. А по каким заданиям? Это по претензии по... За что они воюют? За сукну? Сукава. Вот она. Это претензии Венгрии. Вот, пожалуйста. Претензии субъектов. Ну, судя по всему, на остальные наши территории, они не пойдут. Видимо. Сражаться нету смысла, да? Если я попробую сражаться, мне кажется, это плохо кончится. Помните, когда-то у меня была такая светлая традиция в партии за Исландию? Переименовывать провинции. Наша Бессарабия, Бессарабия превратится. Превратится в хрен-венграм. Это то, что они сейчас получат и будут сидеть, развивать эту фигню. Ха-ха. Кто не в курсе, подобным образом я делал, когда играл за Исландию где-то на землях Ирландии. Да, вот они страдания. Ну, кажется, все. Кажется, пора. А, подожди. Они не хотят уже эту провинцию. Прикинь, я ее переименовал. И тут они уже хотят больше денег вместо того, чтобы забирать всю Молдавию. Ай-яй-яй. Эти венгры понимают, о чем я. Ха-ха-ха. Реально, они же хотели всю Молдавию. А тут оставили нам эту провинцию. Типа, кушайте сами, не обляпайтесь. Я понял. Я понял. Молдаване, что я могу еще с вас забрать такого? Наверное, все. Ни развития с вас не могу снять. Ничего. Вот эту кнопку я уже прожимал. Все, Молдаване. Всего доброго вам. В забытие. То, что они эту провинцию оставили. Это такой мем. Еще контрибуции. Ну, просто свинство. У них же останется претензия на эту провинцию. Ну, вы... Кого вы хотите обмануть, а? Просто эта провинция, она еще же с торговым владением. Вот я очень не хочу ее отдавать. Прям очень не хочу отдавать ее. Но претензии у них останутся. И задефать я это не смогу. Блин, а как нам от Османа вообще защищаться? Я не представляю. Ну, ладно. Ладно. Оставим себе эту провинцию. Ладно, ладно. Посмотрим, к чему это приведет. Ни к чему хорошему. Оглушительное поражение. Кстати, Молдави все еще существует. Как независимое княжество, да? Надо было свою династию поставить. А это что? Не понял. Эта провинция не была даже закрашена. Что-что? Это как произошло? Подождите, вылет покажет. Вот как вскрытие покажет, только вылет покажет. Так вот, вот она война. Провинция переименована. Узнать их требования. Молдавия там все-все-все. А, подожди, и хрен венграм они хотят забрать, да? И ничего с этим не могу поделать. Угу. Ладно. Ладно, зря поднял такую шумиху. Ладно. Ладно. Пожалуйста. Вот уже началось, кажется, страдание. Как вы любите. Вот они, займы пошли. Да-да-да. Так, ну у нас теперь нету Москвы союзника. А, ну появился. Хорошо. У нас теперь есть Москва союзник. Но это ничего не защищает нас. Ни от чего вообще. Как мы выяснили. Тевтон союз не захочет 100%. Это я понял. Кто? Кто тогда готов побороть? Большую Орду, например. Каракаюнла готова, да? Вот она. Рождебная... Ну что это такое? Желает провинцию Гурия. Может, я и эту провинцию зря забрал. Вот я не знаю. Черкесия, Черкесия. Может, Черкесию завоевать я что-то не знаю. Ну, вассалом она никогда нашим не станет. Мы владеем какими-то национальными территориями. Вот она. Я могу попросить Москву разорвать союз Черкесии. Просто, если можно, я бы разорвал союз. Один брак. Что ты будешь делать? Ну ладно, это минус 1 стаба. Москва бы разорвала союз Черкесии. И я бы разорвал. Подождал бы перемирия и напал бы уже. Все. Плюс 4 провинции наши были бы. Для нас 4 провинции это прям, ну, сильно. Хотя, подожди. Черкесия платит дань. За него вступится большая орда. А это неплохо, кстати. Кстати, нам даже не говорят, что у нас есть союз или... Да, выйти из первой союз. Да, да, да. Ну, как будто бы Москва и так, и так не вступит. Ой, вот эти вот мелкие игры. И они... Ой, ведь так это... С одной стороны не нравится, с другой стороны что-то в этом есть. Ну, да. Ну, смириться с этим непросто. Ну, венграм все-таки хрен. Все-таки хрен. А мы можем чужую? А, чужую нельзя провинцию переименовать. Ну, вот. Я думаю, это венграм достанется. Ну, австрийцам... Я просто подумал, хрен австрийцам как-то вот... Длинное слово, как-то непонятно, как его писать. Решил венграм. Венгарь, скажи, претензии, правильно? А, я, кстати, не начал в этом сейве делать док на невыполнимое задание, походу, это... Еще и сепаратистами повезло. Ну, вообще огонь. Просто супер. Возможно, стоило первым бонусом брать что-то на торговлю. Я имею в виду идеи. Ну, на какие мы очки бы это прокачивали, правильно? С другой стороны. Ну, тоже верно. Кстати, а после степей у нас же претензии даже на Кавказ есть. То есть, в том числе, Черкесия. Ой, вот моя проблема. Ну, что, контрибуции эти? Ну, это вообще полный минус лайв. Кстати, а здесь у нас будут вставать трапезунские сепаратисты внезапно. Трапезунские. Трапезунда здесь нет никаких претензий. Ну, по культуре. Москва тут вообще по КД воюет с всякими вот этими нагайцами. Со всеми. Но нам, конечно, она не поможет, разумеется. Литва решила напасть на Большую Орду. Ну, короче, все мимо нас абсолютно. Весь мир катится и планета кружится мимо нас. А, кстати, а я если нападу на Большую Орду, Литва-то не вступится. Сибирь, а Акаюнлу? Ну, какая Акаюнлу? Ну, 8 тысяч. А что такое Сибирь вообще для нас? Это страшно? Сибирь. Сибирь. А я не знаю, страшно ли Сибирь. Что по правам прохода? Ну, как будто будет иметь, да? А давайте, а давайте, давайте суетить. У нас дохрена больше займов. Ну, ничего страшного. Будет еще больше. У нас очень много претензий. Вообще на все претензии у нас есть. Ну, давайте начнем с маленького. С Астрахани. Хотя бы так. Армия Большой Орды тут разрывается. Сейчас у нас у них будет третья война, получается. Таким образом, независимая. Ой, Акаюнлу что может исполнить? Я правда не знаю, ну, 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 давай. Вот за эту провинцию пошли, а пошли. Вот, кстати, а, Сибирь. Понятно. Сибирь не боимся, ладно. Не, ну, кстати, крепости, о боже, это не я оккупировал, да? Ее. Крепости довольно быстро складываются, вот что радует. Реально, Акунилла очень слабенькая армия, меня это радует. Хотя вот у них территорий даже больше, чем у нас. А что-то они прям вот так вот сыграли. Ну, ладно. Нет, наверное, это значит, что мы вообще красавчики, раз у нас хоть такое есть. О, трапезун забрать! Прикиньте, заберем трапезун и продолжим прокачивать эту ветку. А? Неплохо, правда? Ну, кстати, как я прокачаю, если мне тут дальше захват этих территорий идет по заданиям? Ну, да, потому что такой вопрос. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот, пожалуйста. Именно к нам пошла. Не столицу разокупировать, ничего. Именно к нам. Просто к нам. Сейчас литовец подберется, 100% сейчас нагадит нам, я уверен в этом. Очень хочется отобрать еще и от Каракаюлу провинции. Ну, трапезун хочется и такую дорожечку сделать. Вот так вот, чтобы. Да, потому что Черкесию тоже собираюсь захватывать. Вот так вот. Ну, целиком Эмеретью бы забрать. Вот, было бы здорово. Думаю, по агрессивке это будет затратно. Где у них столица? А вот она столица вообще. Ну, такое. Ой-ой-ой. Акайонло. Ну, ты на Белый мир уже, в принципе, согласен, да? Но трапезун-то хочется забрать. В теории я смогу это сделать? Да, наверное, да. Да, не стоит отказываться от таких амбиций. Не стоит, не стоит. Осман в коалиции, это такое себе. Хотя бы так, может быть. Так, вайпа мы избежали. Также хочу избежать наемников. Мне это ни к чему, я надеюсь. Вот, кажется, Литовец нам помогает, по ощущениям, да? Да, да, хорошо, Белый мир не заключил. Это хорошо. Мне кажется, у нас наследник трона умирает. Мануэль. А тут такое дело. Такое дело. У нас князь бесплодный. Мы сейчас в такие можем попасть вещи страшные. 18 манец или что-то 50 на 50 делать, да? Потратимся. Понятно, ужасная трагедия, супер. Потратился с очень удачным исходом, да-да. Кстати, тут кланы могут разокупировать столицу. 23 тысяча я, конечно, не забарю, но столицу забрать ради очков. О, лучезарная звезда. Наследник. 646-600. 600. 562. 646. Александр. Македонский. Сюда. Да, ну типа македонский. Для нас он будет как македонский. Надеюсь, он нас приведет к величию, вот реально. По-моему, нашу провинцию разокупировал, да? Сибиряк. Да-да. Да-да-да. А литовец, кстати, вообще не против, по-моему, по ощущениям от этого. Он стоит, он вот поджидает. А он, по-моему, даже не воюет с сибиряком, да? Сибиряк, ты не хочешь? Не хочет. Ну да. Кстати, а в Торпезунде-то... Угу. Центр торговли. Это очень сильно нам надо. Прям очень-очень. Я не зря за него там пекусь. Не только из-за задания. Ммм. Согласно Каюнул, да? Коалиция с Османом. Ну, коалиция с Османом это конечное. Потому что, когда я буду забирать здешние провинции, это тоже коалиция с Османом. Гаран. А, ну, кстати, нет. Подожди. А если я так делаю? Появляется, да? А может, просто один Торпезунт и вот эта провинция? Контр-интуитивный какой-то ход. А там тоже будет коалиция с Османом, верно, да? Да что ты будешь сделать? Вот сейчас... Сиди сейчас, рассчитывай. Разозлиться Осман или нет? Ну, предлагаю в таком случае сделать именно по-большому. Вот так. Или попробовать избежать Османа. Давай попробуем избежать. Типа вот так сделаем. Да? Две торговые точки из Акаюнла заберем. Какая тут крепость? Будьте. Мы получим замок нового уровня. Нет, я не могу себе его позволить 100%. Закрываем задание. Замок снова появляется, я его снова ломаю. Такие дела. Осман появляется в коалиции. 82, кстати. Еще с мамлюком, это жесть. А, кстати, их же слишком мало для создания коалиции, да? Зря я эту провинцию не взял. Я зато взял 200 монет. Нет, 200 монет для нас это серьезно. Нет, и все не зря. Или, как считаете, может подождать, пока литовец с большой орудой разберется и может побольше провинции забрать в теории? А, это вариант. А, это реально вариант. А, Австрия с Литвой воюет. Ну, Литва еще замирилась, к тому же. Ну, вы посмотрите, на этот пир можно успеть и Литву разделить. Это надо. Это супер надо. Ой, блин. Пойди успей просто за всеми погонись там. Итак, Большая Орда, все. Я, конечно, думал, может быть Сибирь еще выйдет, но что-то она не очень хочет. Итак, претензия на Большую Орду у нас обширные, но не всеобъемлющие, так скажем. Это я буду больше военного счета требовать. Подожди, а я потребую все чисто по претензиям. А вот, а это ровно на мои претензии, ни больше ни меньше. Да, теперь коалиция будет солидная. Семь стран, они не соберутся в коалиции. Что ты будешь делать? Как мне развиваться? Я не пойму. Попробуем. Попробуем сна... Вообще, могу ли я надеяться, что на нас не нападут? Мы слабые. Союзник у нас Москва, это такой себе союзник. Осман не воюет ни с кем, то есть даже не занят ничем. Блин, ты у десять тысяч. Попробовать провинцию Большой Орды как-нибудь вот так вот отрезать? Это бред какой-то, бред отрезать провинции. А если я его вот так возьму, то четыре странные будет в коалиции, а нужно минимум пять. Ну, как будто бы другое дело. Ну, это реально мерзопакостное такое состояние. Ладно, давай так, побольше денег возьмем. Реально, очень сожалею, что приходится вот так вот делать. Можно путь аварию выделить, как вариант, не знаю, там Черкесия ее съест, похоже. И, пожалуй, что и все. Легендарная победа, очень здорово. Готия, Готия все больше и больше. Вот эту вот пакость я ломаю, потому что у нас нет денег. Кстати, у нас отменилась централизованная бюрократия. Чего? А почему она отменилась? Чего? Взяла, только что события отменено. Вернем. Даже за бесплатно вернули. Москва расторгла союз между нами. Ну, что это такое, Москва? Хочет наших провинций, да? Да, хочет наших провинций. Ноль союзников. Ладно, будем ловить момент, чтобы напасть на Литву. Кстати, от Литвы нам еще вот эти провинции нужны будут. Да, круто. Но пока у нее союзники, их много. Я теперь не смогу попросить Москву разорвать союз Черкесии. А что мне теперь с ней делать? А я не знаю теперь. Кто-то не туда полез по ощущениям. Есть такая мысль? У меня есть. Ну, нам может в этой ситуации помочь только Господь, не знаю, накинуть нам бафов каких-нибудь жестких. Имбовых. Там набоевый дух, наверное, всякое такое. Новгород и Майнц, наверное, не захотят выходить, да? Пора наступать на Литву. Пора. Че, будем за Нижний Дон воевать, наверное? Я бы, конечно... Я бы лучше за вот это повоевал, но тут все в оккупации. И, наверное, Австрия тут разберется с этим. И завоюет всякое. А за что вы воюете, простите? Халлиц какой-то. Халлиц, Халлиц, Халлиц. А у кого претензии на этот Халлиц? Че-то не могу понять. А вот, ну, халлиц... А, это Галлиц ему, Халлиц, блин, Халлиц. Это Галлиц, понял? Лично у Австрийца, да? Ну, у Австрийца и у них вассалов не могут дальше быть претензии на нас, по идее. По идее. То есть, ну, наверное, мы в безопасности от Австрийца. Вот дальше он не должен пойти. Ну, это я так думаю. А вот Осман, да. Осман тут еще забияка. Осман, Москва предупреждает нас. Ну, это гадины или кто? Это просто черт на Москве. А, держава Москва заняла. Конкурентое отношение с Литвой. Ну, ладно, хотя бы так. Ну, что, Бахмут возьмем, получается, или че? Берем Бахмут, че? А мы, наверное, не успеем даже дойти до тут. Ладно, Ловердон. Наверное, это можно перевести как Низовья Дона. Возьмем Низовья Дона. А, минус торговые корабли от Литвы. К сожалению, у нас в основном только транспортники. Я ничем ответить не смогу. Кстати, а Черкесия, она может помочь? Давай. Ну, просто за секунду. Рождаются гиганты. Пропадают. Причем, не все они мне нужны. Типа, вот это мне... Даже вот так мне ни к чему это. У меня страшно посмотреть на карту. Хе-хе-хе-хе. Так, ну, я думал, что это Австриц захватил на этот Чернигов и Смоленск появился. Да, Австрийцы захватили. Полного кринжа. Просто хапнули. Ну, ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать. Мы имеем границу с Австрийцем. Вот, что я могу сказать. И мне это не нравится. Совершенно. Успеть бы нам взять Вильнюс до взятия Низовья Дона. О, успели. Нифига, 33%. А что я могу взять на 30% с Литвы? Я могу взять... Полную фигню могу взять. Хотя, не, могу даже бахнуть взять. У, правда, Шарковас. Что такое Шарковас? Наверное, это Харьков, нет? Да, похоже на том. Похоже на том. Что, Запорожье нафиг? Лучше Харьков или... Ну, это Крым. Крым. Крым поважнее будет. Хотя здесь... Железо. Вот и думай. Не, ну, если я попытаюсь что-то отбить, то здесь у нас Низовья Дона уже забрали. Здесь Тамбов сейчас разокупировать. Нет, нет, нет. Так я... Так не будет работать. Да, давайте без Запорожья. 86 монет тогда же нам обещают. Здорово, здорово. Что могу сказать? Готи все больше... Выглядим, кстати, неплохо. Границы более-менее солидные. Ну, как мне кажется. Эта карта вообще невероятная. Москва у нас теперь вечный соперник. Просто вечный. Из-за ее претензий. Я вижу Бельямен. Что такое Бельямен? Сарусул. Что-то какое-то татарское название. Русского аналога не могу придумать. Но не важно. Крепость мы тоже здесь разрушим. Я бы крепость поставил, знаете, где? А на самом деле, вот эту Крюнскую крепость бы восстановил. Потому что она защищает нашу столицу. Вот так вот. Плохо. Она хоть и степная. А у нас почти везде степь. О чем это я? Она вся страна из степей состоит. Вообще вся. Смотрите. Все степь. Абсолютно все степь. Столица на лугах. И тут болото, горы и горы. Все остальное. Вся страна степная абсолютно. Ну, засушливая земля в Астрахани. Все. Здорово. Хорошо, что у меня есть баф на прокачку провинции степи. И мы даже выполнили задание. Наша Крымская компания в степях увенчалась большим успехом. Поскольку мы одним выстрелом убили двух зайцев. Теперь пришло время нам продвинуться еще глубже в степь. Используя наших заклинных воинов, чтобы привести нам победу. Но мы углубились. Получаем ряд претензий. Значит, престижи. Престижи. Был бы у нас высокий престиж, получили бойчики монарха. Эх, эх, эх. Сарай. В сарае мы получаем модификатор сердце. Купцы один. Сила караванов плюс. Лояльность казаков. Блин, ну хорошие же штуки нам дают. Реально хорошие. Ля, какие у нас претензии. Ну это вообще что такое? Блин, были бы у меня, ну не знаю, удача больше или навыков побольше. Можно Феодора в такую имбу превратить. При должном везении. Жалко, что она в моих кривых руках. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии по нашей Феодоре. Феодоре, которая уже Готия. И на этом сегодня. Всем спасибо, что были. Всем спасибо, что смотрели. Как-то так.